По сложившейся недоброй традиции, застройщик в первую очередь возвел жилые дома, оставив строительство социальных объектов на потом. Выросли корпуса, многоэтажки, 25-этажные здания. Порядка 30 тысяч уже населения здесь проживает, в этом микрорайоне. А построен всего один детский сад. А должно быть уже четыре. Как объяснить малышам, что в этом году они снова не пойдут в сад? У компании «Жилищный капитал», которая теперь называется «Алютстрой» – один аргумент – экономический кризис. Деньги закончились, поэтому и стройки заморозили. Так и простояли они долгое время. Однако на возведение спортивного комплекса, где будут оказываться в том числе и платные услуги, деньги нашлись. Андрей Иванов считает такое положение дел недопустимым. Социальные обязательства необходимо выполнять в первую очередь. Ведь благодаря им застройщики получают целый ряд привилегий. Строительство детских садов в Гусарской балладе возобновилось в сентябре только потому, что вмешались власти. Мы пытаемся вот этот ворох проблем, который накопился здесь в микрорайоне «Гусарская баллада», расшивать совместно с другими инвесторами, другими застройщиками и в том числе бюджетными средствами. Администрация района помогла застройщику получить кредит, привлекла двух новых подрядчиков. На два детских садика, которые недостроены, но находятся со степенью готовности порядка 30%, приходит компания «Фэйска Лидер». Этой компании мы доверяем. Положительная очень репутация по всем объектам, которые строит компания Московской области. На два других детских сада выходит подрядчик «Строй Сити». Это программа совместная с «Росатомом». Заканчивать строительство теперь будут они. А здесь и вовсе придется начинать с нуля. Подстройку только расчистили площадку. Два объекта планируют сдать уже к концу декабря этого года. Иванов обещает жестко контролировать ход работ. В пятницу мы также будем делать объезд контрольный. Я надеюсь, что будет удвоено, где-то и утроено количество рабочих. Появится спецтехника, появятся материалы, которые необходимы для ближайших работ на этот месяц. Сегодня в штабе строительства мы увидим графики работ по каждому объекту. Получим определенные гарантии. Глава надеется, что больше проблем с финансированием не возникнет. И детские сады будут достроены в самое ближайшее время. Нам нужно ввести эти объекты, иначе жители, которые здесь появляются каждый день, потому что офис продаж работает активно, квартиры продаются. И сегодня это 30 тысяч, завтра это будет 45 тысяч населения. Это самая болевая точка по нехватке детских садов в Одинцовском районе. Благодаря новым дошкольным учреждениям в Кусарской балладе очередь в сады района может сократиться на 700 человек. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.